Всем привет! Это Петя Нажиман. Как я говорил, в мои тесты будут входить тесты на кухне, не курица. Сегодня у нас на кухне Страйдер СНЖ. Значит, моя жена будет готовить маринад для свиного шашлыка, ну и заодно его мариновать и так далее, резать там всякие овощи, фрукты, точнее овощи. А после этого она расскажет о своих мыслях удобства ножа на кухне. Это будет еще интересно тем, что перед этим у нас служил на кухне Апинель исключительно, поэтому очень хорошо посмотреть на то, как будет вести себя Страйдер и что скажет о нем человек, который действительно готовит. Заточка у него была на ленте, 30 градусов, плюс-минус там, наверное, 1 или половина градуса. Он был немножко подправлен потом на белоречите, натуральном сланце. Ну, в общем, заточка отличная. На этом моя часть закончена, дальше уже продолжит жена. Всем привет, меня зовут Анна. Сегодня я буду делать маринадную, собственно, мариновать шашлык из свинины при помощи ножа Страйдера. Для маринада нам понадобится доска, на которой мы будем резать мясо, всевозможные специи, красный перец, паприка, черный перец, лавровый листочек, перец горошек черный. В общем, все, что вам нравится. Главное, не перебарщивать. Лук, соответственно, буду резать кольцами, для того, чтобы его тоже можно было пожарить шашлычком. Ну и, конечно же, мясо. Сейчас я его принесу. Вот такое вот мясо. Я что хочу? Оно уже порезано, то есть это гуляш из свинины. Я хочу срезать вот этот весь жир. Ну, точнее, не весь, конечно же. Но я считаю, что слишком много жира, это тоже плохо. Соответственно, вот такие вот куски жира я буду сейчас срезать. Надеюсь, мой муж не будет ругаться, то, что я грязными, мокрыми руками берусь за страйтер. И, соответственно, буду его использовать по назначению. Для уже готового мяса я приготовила вот такое вот блюдо. Я буду сюда складывать, для того, чтобы оно не мешалось мне. Субтитры подогнал «Симон» Следующий этап – это лук. Лук я хочу нарезать кольцами, для того, чтобы их также насаживать, как и мясо. Пытаюсь быть максимально осторожной, но все-таки вот ширина лезвия, она не очень удобна для такого реза таких продуктов, на мой взгляд. Так, все, что нужно было порезать, я, в общем-то, порезала. Поэтому сейчас просто я закончу рецепт маринада. Следующий этап – вот у меня, значит, образовалась вот такая вот кастрюлька, так сказать, мяса. Я добавлю в него уксус 9%. Сейчас открою. Не очень много. Да, крышка, конечно, оставляет желать лучшего. Я потянула за колечко, и оно оторвалось. Ну, может быть, страйдер мне и тут поможет. Попробую как-нибудь срезать вот эту крышку, не знаю даже. Так, крышку-то я не срезала, отрезала просто кольцо полностью. Сделала дырку небольшую, через которую у меня вылился коксус. Прошу прощения, я просто плачу, я вся в слезах. И, конечно же, не из-за того, что мне жалко свинку, которую кто-то до меня превратил в этот замечательный шашлык. Чуть-чуть посолить надо, все это делаем. Добавить черного перчика. Добавить красного паприки немножечко. Красного жгучего перчика. Нужно тоже чуть-чуть. Все это дело еще раз перемешиваем. Все это прекрасное блюдо сначала постоит немного в комнате. А на ночь отправится в холодильник. Ну а утром будет пожарено в лесу. В общем, маринад закончен. Это все, что нужно вам сделать. Ничего добавлять больше не надо. Оставляйте как есть. И, значит, как говорил Петя, я расскажу немного о том, какие у меня мысли возникли при пользовании этим ножом. Как я и говорила, на мой взгляд, для реза продуктов длина клинка недостаточно большая. И ширина неудобна для реза овощей, таких как лук или даже картошка. Я думаю, то же самое будет. Оно просто прилипает. Может быть, это не из-за ширины зависит. Я точно не знаю. То есть лезвие прилипает между кусочками, которые вы разрезаете. Мясо режет отлично. Я думаю, мясо, курицу, все что угодно. Все будет резать отлично. То есть он острый, достаточно удобный. Кстати говоря, по поводу хвата. На мой взгляд, он тоже не совсем удобный для реза. То есть я постоянно меняла то так, то так. И все равно, если что-то резать очень долго, то, мне кажется, можно просто натереть руку вот этим кончиком. Но у меня еще и рука не такая большая. И, соответственно, для меня не так удобен на кухне будет этот нож. Ну, возможно, только для какого-то определенного блюда. На мой взгляд, удобно. Лезвие немного побольше. И ручка попроще, как говорится. Вот. Это было мое мнение. Всем спасибо. Всем до свидания.